Здравствуйте все! Сегодня, как я и обещала, мы продолжим тему вышивки символов бессмертия. Сегодня у нас на повестке дня Бруннера. Вот такое замечательное растение и очень похожее на незабудку. Такие же голубые пятилепестковые цветы, синенькие. И также, как у незабудки, на одном и том же растении есть и розовые бутоны, и голубые цветы. В общем, очень интересное растение. Названо оно в честь швейцарского ботаника и путешественника Самуэла Бруннера, который в 1831 году посетил Крым. Очевидно, этот подвиг был достоин того, чтобы в честь его назвать вот это вот растение. Для вышивки мне понадобятся ленточки разной ширины, естественно, и разного цвета. И для того, чтобы все было наглядно, я буду использовать, опять же, атласные ленты, немного более широкие, чем если бы я вышивала для себя, не для того, чтобы наглядно показать процесс. И, как и в прошлый раз, начну с очень схематичного изображения растения. У Брунера, вот обратите внимание, практически прямой стебель. Вот практически, чуть-чуть изгиб есть, где вторые розетки, вот эти вторые листья, а так практически прямой стебель. Но все-таки изгиб есть. Вот я его здесь зафиксировала. Листья и боковые веточки. И обратите внимание, что листья растут там же, где вот где отходят эти боковые веточки цветочные. Вообще здорово, когда живая модель наглядно можно на нее смотреть. Вот там, где отходят боковые веточки, там листья. Для того, чтобы вышить стебель, я возьму широкую ленту шириной 12 миллиметров, поскольку стебель у Брунера достаточно основательный. Начну снизу. Все как обычно. Вывожу ленту и скручиваю ее. Для того, чтобы скрутить аккуратно. Вот смотрите, она вместе выхода из ткани, ленточка уже сложилась чашечкой. Я смотрю, в каком направлении она хочет, чтобы ее закручивали. Это очень важно. Когда выдержать вот это, желание ленточки выполнить, она ложится аккуратно и очень красивой трубочкой такой сворачивается. И вот обратите внимание, когда лента скручена, подготовлена для того, чтобы изобразить стебель, я учитываю толщину. Сейчас я кверх ногами держу изображение. Вот здесь условная земля. Здесь витки расположены чуть-чуть подальше друг от друга, и сама ленточка, сам стебель свернут менее туго, более свободно. Чем выше, чем дальше к верху я поднимаюсь туда, где у меня стебель должен быть потоньше, поизящнее, я витки укладываю более плотно. Видите, кромки ближе друг к другу находится. Я не буду сразу уводить ленту наизнанку. Сначала я ее зафиксирую вот в каких-то таких интересных изгибах пулавками. Вот уложила. И теперь мне нужно уже привычным, обычным способом с изнанки я сейчас зафиксирую стебель вот в этом положении. Фиксацию стебля я начинаю вот с этого хвостика ленты, который у меня наизнанке. Очень важно его подшить, чтобы лента не раскручивалась, чтобы трубочка не разматывалась. Вот парочка стежков. И теперь я смотрю на просвет. Мне видно, где проходит лента. Прокалываю иголкой. С лицевой стороны у меня иглы не видно, значит стежок сделан правильно. И вот точно таким же образом я проложу все остальные стежки почти до самой вершины. Вот у меня осталось пара стежков до момента завершения стебля. И сейчас я сниму булавку и еще чуть-чуть скручу по ту же ленточку, чтобы у меня самая вершина стебелька была потоньше. И выполню ленточный стежок. То есть я вот этот стебель прокалю. Таким образом я дополнительно закреплю эти витки. Важно подтянуть ленточку достаточно хорошо, чтобы не было здесь утолщения ненужного. Вот так. И продолжу фиксацию стебелька. Для того, чтобы вышить вот эти стебельки для цветочков, я буду использовать ленточку для наглядности узкую. Но вообще можно использовать потолще нитки, например, ирис или нити для вязания красивого зеленого цвета, которые по цвету будут подходить к той ленте, к которой вышит стебель. Когда я буду вышивать вот эти вот боковые веточки, я прокалю основной стебель. Во-первых, для того, чтобы его дополнительно зафиксировать. А во-вторых, чтобы у меня вот эта ветка не отстояла, не было промежутка между ней и стебельком. Достаточно туго скручиваю ленту, потому что эти стебельки изящные, такие тоненькие. А вот вышивать этот стебелек боковой я буду не одним длинным стежком, а буду использовать несколько стежков. И вышью стебельчатым швом. Чуть-чуть отступлю назад. Чуть-чуть, буквально две нитки основы. Выведу ленту, опять скручу и продолжу. Выведу ленту, опять скручу и продолжу. Вот такой боковой побег у меня получился. Из-за того, что у меня лента для наглядности использованная, не очень аккуратно это выглядит. Но учтите, если взять тонкую нить, более тонкую, чем лента, все будет очень красиво. И вот теперь, как мне замаскировать вот эти вот не очень приглядные отрезки. В тех местах, где у меня лента отступала назад, то есть есть вот этот промежуток, есть этот излом, я сейчас выведу иглу, прям вот ровно в том месте, и сделаю цветочный бутончик, еще не распустившийся цветок, или наоборот опавший. Хорошо скручу ленту и шовпестик. То есть французский узелок, отстоящий от первой точки укола. Французский узелок, который находится на ножке. Вот один, и вот во втором изломе. Видите, лента улеглась и уже не так страшно выглядит. Тоже попаду иголкой вот в этот момент перехода. И выполню еще один французский узелок на ножке, шовпестик. Повторяю, как выполнить французский узелок. Придерживаю ленту или нитку, это все равно. Подхватываю ниточку или ленточку иголкой. И вот таким образом набрасываю ленточку на иглу. Обязательно нужно ленту подтянуть на игле, чтобы витки были непосредственно на металле. И затягиваю. Вот получились такие пестики. Итак, листья. Как мы уже выяснили, листья у бронеры растут в том месте, где отходят от основного стебля боковые побеги. Вот мы сейчас это и изобразим. Для того, чтобы листик вышел красивый, я возьму ленточку шириной 12 мм. А если бы у меня была более тонкая лента, из искусственного шелка, например, я бы взяла еще шире, 25 мм шириной, чтобы она еще более упругой получилась. И что я, как я буду вышивать? Постараюсь как можно ближе вывести ленточку в момент перехода бокового стебелька от основного. И уложу лист вот таким образом. Немного его изогну и зафиксирую этот изгиб боковым ленточным стежком. То есть прокалю ленту рядом с кромкой, которая близко к ткани. Когда я завершу стежок, заострю его, у меня листик красиво изогнется и практически ляжет на ребро. Смотрите, как интересно получается. И второй листик. Тоже прокалываю ленточку, чтобы у меня лист не отстоял от стебелька, не отрывался от него. И то же самое. Можно изгибать, а можно сразу. Вот я сейчас уложу ленту и сделаю боковой ленточный стежок. Когда лента заострится, у меня получится очень интересный вид. Вот такими вот лодочками. Для того, чтобы зафиксировать листья в этом положении, я сейчас несколькими стежками за кромку подошью ниточкой, рабочей зеленой ниточкой, эти листики. Одномоментно я буду подшивать тот хвостик, который у меня остался, когда я подрезала ленту. Вот видите, микроскопические стежки только за самую кромку. Очень коротенькие. Прокалываю только кромку. Осталось вышить самое вкусное, самое красивое. Пятилепестковые синенькие цветы брунеры. Если у вас хороший глазомер, то можно на глаз вышивать. Но вообще лучше помочь себе. Вот я сейчас буду достаточно крупно рисовать, чтобы было наглядно, чтобы было видно. Схема цветка какова? Кружочек, центр и 5 отметок, там, где нужно вышить лепестки. Цветки достаточно мелкие. Я для вышивки буду использовать ленточку шириной 4 мм. Можно взять ленту шириной 6 мм. Будет одинаково красиво. Начинать буду с краю, чтобы мне потом не мешало закрепление ленты. И буду вышивать лепестки просто прямыми стежками, то есть как ниткой. Сразу буду уводить ленту в ткань. Очень просто и очень изысканно получится. Каждый раз в краю и каждый раз в центр. Точка укола центральная будет одна и та же. Здесь лучше использовать гобеленовую иглу, чтобы она не прокалывала нити основы, а раздвигала их. И здесь очень важно угадать с диаметром цветка, чтобы диаметр цветка был сопоставим с шириной ленточки, чтобы лента успела расправиться в тот момент, когда она будет идти к завершающему стежку, к ткани. Все очень просто. Пять прямых стежков от края к центру. Главное, чтобы лента была расправлена. Субтитры создавал DimaTorzok И вот волшебным образом моя Бруннера украсилась цветочками, как я и говорила, пятилепестковые синие. Центр цветочков, вот у живого, видите, цветка более светлая серединка. Центр цветочков я вышила голубой ниткой при помощи французского узелка. А сейчас я вам покажу, как выполнить два разных ракурса этого цветка. Один очень просто, видите, я не пять лепестков вышила, а только три, как будто половинку цветочка. И сейчас серединку я тоже вышью, вот здесь, сверху, тоже голубой ниткой, как будто цветок отвернулся от нас, но все-таки его центр мы видим. У меня мулине в одно сложение, в одну ниточку, и я выполню французский узелок в три навива. Получится вот так. А сейчас я вам покажу, как вышить цветок, который отвернулся от нас, который смотрит в другую сторону. Вот этот, видите, здесь у меня нет голубой серединки, потому что он отвернулся. От бокового побега для наглядности я возьму ленту, чтобы было виднее, что происходит. Если бы я вышивала не урок, не показывала, как нужно, я бы взяла нитку. Скручиваю ленточку, чтобы она была более изящной, потоньше все-таки. И сейчас я выполню французский узелок, пусть будет в два навива, пусть будет это более хорошо видно. Уведу эту зеленую ниточку, ленточку в центр цветка. Вот так. И у меня получится чашелистик зеленый от цветочка и его стебелек. Характерной особенностью Брунера является то, что на одном стебле, на одном растении одномоментно есть цветы голубые и розового оттенка. Вот обратите внимание, это очень интересно. Естественно, во время вышивки я не могу обойти это вниманием, потому что мне очень нравится. И я сейчас вышью несколько бутончиков розовой ленточкой. Просто бутончики, очень маленькие. Так как я уже показывала вам, для того, чтобы вышить очень маленькое что-то, я сделаю очень-очень короткий стежок прямой, то есть как ниткой. Вот видите, совсем-совсем получится маленький. И вот на этом стебельке тоже вышью розовый бутончик. И тоже сделаю очень короткий стежок розовой лентой. У меня лента шириной 6 мм, а длина стежка примерно 1,3 мм. За это время лента не успеет раскрыться, поэтому получится маленький и выпуклый стежок, как раз то, что мне нужно. Посмотрите, сразу вышивка заиграла, сразу стала более жизнерадостной, более веселой такой, более реалистичной. Совершенно замечательно. И теперь, чтобы уже окончательно навести лоск на свою вышивку, я опять же возьму узкую зеленую ленточку, опять же для наглядности, и вышью короткие стебельки для тех цветочков, которые у меня повисли в воздухе. Если бы мне не нужно было наглядно показать, если бы это был не мастер-класс, я бы здесь использовала нитки. То, как мы уже сегодня неоднократно делали. Вывожу ленточку, ну в данном случае ленточку, очень рядом со стеблем, и выполняю скрученный стежок. И вот здесь от верхушки тоже я не посадила цветочек на сам стебелек. Тоже выполню короткий стебелечек. Говорят, что очень сложно воплотить в неживых лентах живой цветок. Но мне кажется, в данном случае получилось. По-моему, совершенно замечательно выглядит. Сегодня в кадре у нас была Бруннера. И так как я пообещала цикл, у меня готова модель для следующей программы. Самая обычная сурепка, которая растет практически на каждом непостриженном газоне, по крайней мере у нас в Самаре. Итак, в следующий раз мы с вами встретимся и будем вышивать сурепку. А на сегодня все. До свидания. Благодарим сеть магазинов Леди Шарм за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова